Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер, Фуат. Всех рад приветствовать наш в новом вебинаре. Сегодня тема достаточно интересна, потому что вызывает очень много вопросов. И сегодня Фуат расскажет, проанализирует, поделится своим видением относительно валютных пар. На что ориентироваться, что смотреть. Как всегда, будет много статистики, много информации. И, как всегда, мы надеемся, что этот вебинар будет так же практичен для вас. Но прежде чем мы начнем, как всегда, это предупреждение о рисках. Я напомню, что торговля на финансовых рынках связана с рисками. С ними необходимо ознакомиться для того, чтобы как раз уменьшить вероятность потери и научиться правильно пользоваться и со счетами с плечом, и также без плеча. Для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах, несколько слов о компании. Для тех, кто также смотрит нас в записи на YouTube-канале. Компания Admirals. Мы работаем уже более 21 года. Работаем в районных юрисдикциях. И всегда предлагаем тот сервис, который удобен для наших клиентов. Если резюмировать, то мы предоставляем сервис для трейдеров и для инвесторов. У нас доступно более 8000 инструментов, которые вы можете инвестировать и также торговать с помощью кредитного плеча. То есть каждый для себя может выбрать тот подход, который подходит с точки зрения рисков и стратегии, краткосрочной или долгосрочной. Среди наших торговых платформ это MetaTrader 5. Но также у нас есть и мобильное приложение, в котором вы можете управлять своим портфелем. Поэтому всегда можно найти удобный способ, который подойдет именно вам. Хочу также напомнить, что у нас стартовала компания буквально на прошлой неделе. Называется Trade Days. Мы ее периодически проводим. Это компания по возврату спреда. Вы можете зайти на наш сайт, выбрать для участия в этой компании несколько инструментов, которые вы чаще всего торгуете. И в течение определенного периода получать ребейт на счет. То есть уменьшить таким образом ваши издержки по торговле на ряд активов. Также мы в прошлом месяце, но все еще про это напоминаем, потому что для нас это очень важное предложение, которое мы сделали для клиентов. Это возможность покупать дробные акции, которые можно формировать в свой инвестиционный портфель и покупать, допустим, тот же самый Amazon частями. То есть раньше была возможность только одну акцию. Если акция стоила 3000 долларов, то, соответственно, для того, чтобы купить ее, нужно было иметь 3000 на счету. То сейчас возможно покупать их частями. То есть можно купить также одну сотую Amazon и начать таким образом тоже формировать ваш портфель. Данное приложение доступно на счете Invest, также на MetaTrader 5 или в нашем мобильном приложении. Со своей стороны, также хочу сказать, что мы уделяем всегда большое внимание обучению для наших клиентов. Поэтому мы рады, что FUAD проводит вебинары, делится своим опытом. И также хочу сказать, чтобы вы всегда были в курсе тех вебинаров, которые мы проводим. Сейчас я дам ссылки также на наш YouTube-канал, где вы всегда сможете найти записи. Ну, конечно, мы призываем участвовать онлайн, потому что здесь можно всегда задавать вопросы и обсуждать ту тему, которая проходит. Но если по какой-то причине вы пропускаете как раз вебинары, то на YouTube-канале вы сможете его найти. И также ссылка на наш Telegram-канал, где мы оповещаем о всех предстоящих вебинарах. Ну и те, кто нас смотрит непосредственно уже на YouTube, все ссылки также будут в описании к этому видео. И не забудьте поставить лайк, когда вы уже приступили к посмотру этого видео. Ну, со своей стороны также передаю слово Фуаду. Перед этим, да, напомню, еще небольшой анонс хотел сделать. У нас стартует буквально на следующей неделе, 18 апреля, новый поток курса парный трейдинг. Я думаю, Фуад сегодня как раз тоже будет про это говорить, да, то есть какие-то моменты затрагивать. Но полноценный курс, трехдневный курс, где каждый день по 2 часа будет полный разбор данной стратегии. У нас начинается на следующей неделе. Курс проходит бесплатно для клиентов Admirals с балансом счета более 1000 евро. То есть если вы уже наш клиент или хотели бы им встать, то вы можете зарегистрироваться на данный курс. Сейчас я ссылочку тоже приложу. Те, кто смотрит на YouTube, то в описании ссылка на регистрацию на курс будет доступна. Ну и теперь передаю слово Фуаду. С Фуадом сотрудничаем мы уже много лет. С Фуадом делаем совместно и онлайн. В первую очередь сейчас также проводили и оффлайн-встречи, записываем подкаст. Ну и Фуад делает большое количество обучающих курсов для нас. Ну, Фуад, я думаю, что еще что-то со своей стороны добавишь. Но с моей стороны это все. И передаю микрофон тогда тебе. Да, спасибо, Роман. Надеюсь, меня тоже хорошо слышно. У меня сломалась подставка для микрофона, а новую я заказал очень хорошую. Она придет 12-го числа. Вот они не успели. Вроде Amazon Prime, а приходит не скоро. Вот я зафиксировал микрофон на такой временной подставке. Напишите, пожалуйста, хорошо ли слышно меня. Я могу еще регулировать здесь уровень. Но если хорошо слышно, то я не буду регулировать уровень. Да, отлично. Эдго, спасибо. Ну что ж, единственное, что я скажу, Роман, конечно, привык, что у нас всегда много статистики. У нас всегда много макроэкономических показателей, разных цифр и ссылок, инфографики, так сказать. В этот раз ее не будет от слова совсем. Потому что, знаете, валютный рынок. Моя первая ошибка на валютном рынке была, что я слишком большое внимание уделял фундаментальному анализу. Я его очень любил, до сих пор люблю. Ну, мы это называем global macro, мультипликатор, если это акции, анализ бумаги. На Форексе это, наверное, макроэкономические показатели. Это, наверное, политика центральных банков. Поэтому в этот раз, в этот раз будет исключительно теханализ. Потому что именно он в моменте определяет движение валют. Не то, чтобы теханализ сам определяет. Нет, просто трейдеры скорее будут отталкиваться от сиюминутных разных уровней или каких-то технических параметров, чем будут думать более глобально. И вообще, и вообще, весь фундаментальный анализ сейчас можно уложить, укомплектовать в одну глобальную такую универсальную, что ли, фразу. По крайней мере, это касается всех долларовых валют, ну, то есть долларовых пар, в первую очередь, евро и USD. Это значимость процентных ставок. Любой фундаментал, любой макроэкономический показатель, любой параметр, будь то инфляция или ВВП, мы должны пропустить через призму, призму процентных ставок. То есть, вышел CPI, ожидали 7,3, допустим, вышло 7,7. Что изменится в процентных ставках в США, да, в данном случае по США, допустим, цифра? Инфляция выше, значит, ставка выше. Ну, все, доллар вперед. Вышел ВВП слабее, чем ожидалось. Что будет происходить с процентными ставками? Навряд ли их будут повышать так агрессивно, как если бы ВВП вышел по ожиданиям или лучше ожиданий. Ну, и соответственно. То есть, вышепроцентная ставка дороже валюта, это правило универсальное, его никто не отменял. Вышепроцентная ставка в будущем, наверное, так будет правильно, потому что старая процентная ставка уже в цене. Будущее, ближайшее на весь год ощущение по процентным ставкам, что решение принимается 8 раз в году. Именно ощущение, сентимент такой, да, обсуждение, понимание, вектор, тренд. Вот это определяет фундаментал на валюту. Ну, и посмотрите на пары USD-GPI, евро-USD. Ничего удивительного, абсолютно ничего удивительного нет. Фондовый рынок тут вторичен, влияние фондового рынка, геополитика, все вторично. Процентные ставки, все. Вот это первый, не последний, самый главный фактор, влияющий на валютные пары. Поэтому, раз уж я об этом рассказал, и я надеюсь, что вы знаете, как влияют те или иные макрономические показатели на процентную ставку. Ну, давайте так. Лучше в экономике, значит, сильнее будут повышать процентную ставку. Хуже, значит, может быть притормозят. Но, но, королева всех процентных ставок, инфляция сейчас, ой, всех макро-показателей, это процентная, это инфляция сейчас, королева всех параметров, которые влияют на ФРС, на его решение, это инфляция, CPI, PPI, импортные цены, экспортные цены, это я перечисляю показатели. Что еще у нас там, CPI, Core CPI, Core PPI, думаю, еще пара, PCE, это то, что любит ФРС больше всего. Вот эти несколько показателей, хотя их можно объединить одним словом, инфляция, вот они и будут влиять на решение Центрального банка, ну, в данном случае США. Итак, я вас приглашаю в свой TradingView, так скажем, переключаюсь на TradingView, у меня на экране, надеюсь, вы теперь видите, а, нет, подождите, у вас не видно, да, подождите, напишите, вы видите график Apple? Да, надеюсь, видите, да, отлично, я вбиваю тогда первую пару, мы начнем с, давайте начнем с USDGPY, GPY, Forex, вот он USDGPY, так, секунду, почему не открывается, Ага, все, нет, это другое, USDGPY, нет, это здесь, нет, это здесь, Forex, GPY, я вот всегда в метатрейдере смотрю, не здесь, поэтому, нет, это фьючерс, это фьючерс, видите, какая котировка, давайте вбьем USDGPY, вы знаете, в Чикаго котируется, ну, пускай будет так, в Чикаго котируется фьючерс, он на иену, поэтому там котировка 1, деленная, да, на курс, если вы в финвизе даже видите, я потом покажу, видите котировку не похожую на вашу котировку в метатрейдере, это значит, что это фьючерс, торгующийся на чикагской бирже, Итак, USDGPY, вот давайте, как я делаю весь анализ, я начинаю с очень долгосрочного, то есть с monthly, monthly, да, monthly, тут, к сожалению, туда, на этот график не попали те дни, когда я начинал торговать, с 2003, курс примерно, кстати, был таким же, в те времена, когда я начинал торговать, вот такие же были параметры, 125, 127, 130 достигли, по-моему, потом рухнули оттуда, вот это уже было после, Итак, что мы имеем, кстати, мы имеем перевернутую голову и плечи, но это слишком глобальный таймфрейм, чтобы на нем поднимать какие-то решения, хотя вот все очень похоже, что мы пробиваем линию шеи, но не будем сейчас об этом говорить как о каком-то факторе, потому что я бы не стал на monthly на это смотреть, даже если это будет работать, ну представьте себе, мы пробиваем линию шеи и вы встаете в какой-то лонг, это какой стоп-лосс там должен быть, если мы ждем перевернутую голову и плечи и движение пунктов на 40, ну в смысле вот в этих, да, цифрах, это сколько лет еще надо ждать, да, столько жизни у нас нет, чтобы посвятить десятки лет котировкам USDGPY. Итак, на monthly две мощные свечи последние, растущие, это два месяца, как я сказал, прямое влияние инфляции на эту котировку, потому что доллар растет против японской иены, потому что именно в США инфляция намного выше, чем в зоне, в Японии, в данном случае DPI зоне, да, назовем, и инвесторы, конечно же, уходят в ту валюту, по которой выше инфляция, выше ожидания по повышению процентных ставок. В Японии нет такой инфляции, а значит процентные ставки так и будут оставаться на тех уровнях, которые есть. Тем более, собственно, об этом заявлял и Нацбанк Японии, плюс, вы знаете, дешевая иена, сейчас закончим с фундаменталом, дешевая иена, это плюс большой экспортерам японским. Toyota, Nikon, Canon, ой, их сколько, их очень много, да, они имеют не такой вес, как в 70-е, 80-е и в 90-е в мировой экономике, но для Японии они все еще играют роль, эти экспортеры, они продают в долларах, например, Toyota большей частью продает в долларах в США, и эти деньги конвертируют в японские иены, и чем хуже курс национальной валюты, чем она дешевле, тем больше они приобретают национальные валюты, а значит каждый доллар с проданной Toyota приносит больше японских иен. А расходы-то в основном в иенах, да, но если говорить страну репатриации капитала, все равно в иенах, да, придется показывать на балансе. Вот и получается, что экспорту это выгодно. Но, но, вы же понимаете, что если будут расти цены, если будут расти на импортные товары цены, ну вот нефть, да, сырье Япония закупает большей частью, то слишком дешевый курс уже начнет мешать. Поэтому для Нацбанка Японии, я думаю, уровень 125 вполне себе приемлемый, комфортный с точки зрения вот пользы экспортерам, но уровни в районе 140 уже начнут на них оказывать влияние. Так что Банк Японии не испытывает никаких сейчас проблем, дискомфорта с тем, что иена достигла 125, хотя еще пару лет назад она была на уровне, вот я вижу, 103, да, 103, а это у нас COVID достигла 100, почти 101 с чем-то. Вот еще было в конце 16, осенью 16 года уровни ниже 100 даже опускались, и вот новый, новый максимум сейчас. Так, теперь, что мы можем сделать на Мансли? Мне надо быстрее говорить, потому, хотя куда быстрее, потому что у нас несколько пар должно быть сегодня. Я еще хотел предложить вам несколько новых пар, если у нас останется время, других экзотических, но навряд ли это получится. Давайте просто посмотрим, каким трендам, каким линиям, уровням подчиняется этот Мансли график, чтобы понимать, что мы получили, откуда мы вылезли. Итак, треугольник, мы его пробили, мы его пробили. Дальше, вот как я люблю вот такие фигуры, на акциях особенно люблю, о чем они говорят? Посмотрите, несколько месяцев консолидации и невозможности уйти на какую-либо серьезную коррекцию. Посмотрите, 102, 111, да, 900 пунктов проделала USDGPY и не смогла даже показать какую-нибудь глубокую коррекцию. То есть, быки держат, да и вообще после таких фигур, вот против такого стояния на одном месте, я редко видел вот такое падение. Ну, редко, это непонятная такая фигура. То есть, психология рынка, паттерны рыночные нам говорят, что если мы выросли, и это не ложный пробой, но как мы видим после того, как он остановился, консолидировался, сколько месяцев? Раз, два, три, четыре, пять, шесть месяцев он стоял на месте. Не похоже, что это какой-то ложный пробой, иначе бы мы вернулись, упали. А значит, мы получили вот такой вот коридор, да, скажем, консолидацию и дальше с новыми факторами улетели вверх. Снова консолидация, и вот два месяца вверх. Это Мансли. Ну и давайте нарисуем для большей справедливости сверху, сверху еще один уровень, который по идее может повлиять на курс, потому что, ну, с пятнадцатого года мы его не видели. А вот еще попытка была в седьмом году дойти, достигнуть там сто двадцати пяти не получилось. То есть выше, дороже мы стоили, если вот этот пик не считать. Не уверен, что здесь мы сейчас выше находимся. Надо смотреть по параметрам более точно. Ну, в общем, последний раз такое было очень-очень-очень давно. Ну, выше 125 на 126 мы уходили, а в 2002-2003 очень давно и неправда. Так, что делать с... секунду, уберу этот уровень. Что делать с этим Мансли? Ничего на самом деле, ничего. Просто мы сейчас находимся на сопротивлении. Подозреваю, что очень многие трейдеры будут против рынка идти, продавать. Как покупка, так и продажа не выглядит вообще разумной. Вот просто очень многие наломают дров, и медведи, и быки могут, их может рынок наказать здесь. Потому что, с одной стороны, да, судили сопротивление мощнейшее с 15-го и 16-го года. Вроде бы может повлиять на коррекцию хотя бы, да, дать. С другой стороны, ну, ребята, посмотрите на эти две свечи мощные. Мы не просто медленно подходили, а мы уверенно подошли к этому уровню. Так, что пробить его будет не так сложно, как если бы это были какие-то аккуратные, такие, неспешные, да, движения в эту область. Так, что пробить можем легко. Никаких шартов. То же самое с лонгами. Пока мы не пробьем этот уровень, не закрепимся, не будет снова консолидации какой-то, да. Рано говорить о том, что уровень взяли и идем дальше. Ну, и, наконец, у нас есть инфляционные данные. По США в данном случае Японию просто уберите их макропоказатели, ну, инфляционные макропоказатели. Они не такие, как в США, как минимум. И если даже потихонечку будет инфляция в Японии расти, все равно на фоне, на фоне американской это копейки, это очень мало. А значит, определять будет движение этого курса именно политика ФРС, именно ее агрессивная или не очень агрессивная монетарная политика. Итак, переходим на Weekly. Слишком много времени мы потратили на Monthly. Переходим на Weekly. Мы не сильно увидим здесь изменения картины, но вот тут можно уже еще одну линию проводить, чтобы понять, как курс двигался и как его движение USDGPI усилилось. Посмотрите, 5-6 недель, 3-3, 6 недель мы растем без остановки. Коррекция напрашивается, честно говоря, но не на данный момент, просто на пике свечи находимся. Вообще не трогать. Это не сигнальные какие-то. Может, у кого-то это сигнальная поездка. Для меня это очень опасная позиция. Шортить очень страшно. Покупать просто негде, негде. Тогда стоп-лосс должен быть очень далеко. Но если мы что-то отрисуем, то новые для покупки уровни будут вот здесь, на Weekly. То есть это будет явно не скоро, если мы отрисуем что-то. Если мы пробьем, то это уже проще. С точки зрения классического технического анализа, пробитие, новый уровень, открыта дорога, сработают ли там какие-то бай-лимиты, сработают ли там шорты, значит, стопы шортистов, опционные уровни какие-то могут оказать влияние. Это уже другая будет история. Мы узнаем там. Мы узнаем там. Я не очень-то верю в опционные уровни, в то, что это прям сильно работает. Но мы узнаем там. Пока не пробьет, мы не узнаем. И, наконец, давайте уйдем в Daily. В Daily. Это самый рабочий таймфрейм. Daily. Я вообще ниже не опускаюсь. Хорошее выражение. Ниже не опускаюсь. В спекулятивные какие-то часовые не ухожу. Ну, разве что для уточнения момента. Все. Итак, первый раз этот уровень мы уже увидели как сопротивление. Вот эта вот коррекция здесь. Насколько? 121, 125. 400 пунктов показали. Хотя на фоне такого движения это кажется небольшой коррекцией, но она существенная. И ушли на новый максимум. Видите? Если бы я эти же слова говорил бы, то же самое говорил бы несколько дней, неделю тому назад, то очень даже оказался бы прав в своих предупреждениях. Что не спешите, так сказать, до пробоя. И этот уровень оказал свое влияние. Но не сильно. 400 пунктов дал. Те, кто ждал сильного развода. А что такое на Мансли? Я не буду сейчас переключаться. Что такое на Мансли эти 400 пунктов? Это вообще ничто. Там свеча, может, показала небольшую тень. Да, и все. И явно шартисты не угомонились, не удовлетворились такой коррекцией. Новое, новое тестирование. Новый захват уровней. Вот это уже более серьезно. Это уже, мне кажется, какие-то результаты может дать для быков. Поэтому сидим, ждем, смотрим. И еще одну давайте нарисуем линию. Очень такую крутую восходящую линию тренда. Но я бы на нее не ориентировался. Она настолько крута, да, в угле наклона, да, насколько она такая прорывная, мощная, что я не думаю, что ее можно как-то использовать. Потому что ее и пробить обратно будет легко. Ну, такой угол, задерживаться на ней, ну, не стоит на нее обращать внимания. Вот мы что имеем. С точки зрения технического, графического или классического технического анализа, мы имеем такой мощный тренд, который все сильнее и сильнее разгоняется, разгоняется, и доллар набирает силу. Как я уже сказал, в первую очередь против японской иены, потому что слабая инфляция по Японии, сильная по США, агрессивные, готовые, вот вот сейчас готов ФРС делать что-то, и он сделает в мае 0,5, 0,25, а может быть все 0,75. Каждая сессия, каждое заседание ФРС будет заканчиваться повышением ставки, скорее всего, а может быть даже по 0,5 они будут повышать. Настало уже для этого время, и ФРС готов, созрел, даже несмотря на какие-то риски геополитические, война, что еще мешает повышать ставку, может быть слабость экономики США пока не мешает, рынок труда, вы видели, какой сильный, достаточно неплохо, нон-фармы выходят, безработица низкая, то есть у них особо проблем внутриэкономических нет, а значит дорога на повышение ставок открыта. Так, идем дальше, что еще мы можем сделать? Я сейчас открою 2-3 своих любимых индикатора, боюсь наш топ-5 превратится в топ-3, но давайте я сделаю все со своей стороны очень быстро, добавляем индикаторы, индикаторы, вот у меня у избранных тут несколько, ну я на самом деле теханализ признаю и люблю только классический, очень классический, вот прям вот такой, который сейчас, так, я добавил линию, давайте посмотрим, что у нас, мувинги сами по себе мне не очень нравятся, как нравятся их соотношения, в данном случае я открою очень длинный мувинг, очень-очень долгий мувинг, секундочку, это будет сотка, так, секунду, секунду, и добавлю еще один мувинг, это будет у нас 20. Не спрашивайте, почему я просто такие настройки тестировал раньше на валютных парах, на фунте они очень неплохие результаты давали, такой медленный тренд и долгий тренд, давайте цвет поменяем, пускай будет с оранжевым, и синий сделаем чуть толще, чтобы, нет, не туда нажал, синий сделаем чуть толще, и вот так. Значит, что это такое? Я попытался просто вывести на график движение двух мувингов, длинного, это все надо тестировать, я просто заготовку покажу свою, которая мне нравилась, но опять же не факт, что на всех парах она универсально работает. Два тренда, долгосрочный, 100-дневный и краткосрочный. Каждый сам по себе не столь важен, важны только их пересечения. То есть, вот как MACD работает, да, вы знаете MACD, Moving Average Convergence Divergence, они работают так, на пересечении, на пересечении двух мувингов, 12-дневного и 26-дневного. Я тут взял большую разницу, 100-дневный и 20-дневный, чтобы увидеть изменения вот в этих, так, наверное, придется также, также увеличить толщину. Так, секунду, опять Amazon, что ли, секундочку. Постоянно мешают нам вот. Да, вот на самом деле пришла подставка, держатель для микрофона. к сожалению, не опоздали на полчаса. Сейчас еще раз постучаться, я отвлекусь. Вообще, неконтролируемый мною процесс, извиняюсь, потому что никто не знает, когда придет Amazon. Так, давайте увеличим, увеличим толщину линии, чтобы лучше было видно, пускай они будут одинаковые. Итак, что это дает? Как вы знаете, на рынке момент движения, импульс, да, появляется, ну вот, в начале, когда он появляется, это хороший сигнал. Входить, конечно, в тренд можно позже, догонять его, можно и в середине тренда лучше не в конце, но лучше поймать его в начале. Эти два мувинга нам говорят, да, они вверх, значит, рынок бычий. Но нам это не важно, потому что, как я говорил, нам середина и конец не нужны. Нам нужен тот момент, когда два мувинга вдруг получат пересечение друг с другом, потому что краткосрочный тренд вдруг разбежался сильнее, пересек, хорошо, если была коррекция, он сначала пересекает вниз, потому что, если они параллельно движутся вниз, то пересечения, вверх пересечения не будет. Нам нужен момент, когда была коррекция, краткосрочный тренд развернулся вниз, 20-дневный мувинг пересек 100-дневный, а потом мы получили еще одно пересечение уже в сторону превалирующего тренда. Хотя можно использовать и коррекцию, но скорее всего мы там ошибемся, пускай, можно и там зайти. Любое пересечение мувинга, мы же не знаем, каков настоящий глобальный тренд, хотя можно, конечно, на масле это определить, но, грубо говоря, любое пересечение нужно, можно ловить после теста, конечно, но одно из них может оказаться, одно направление может оказаться ошибочным. Ну, например, движение вниз в момент глобального роста USDGPY всегда будет ложным, вы будете заходить, терять по 100-плосу 50 пунктов, зато потом на развороте обратно того же мувинга вы будете ловить уже долгий тренд, больший тренд, пускай 200-300, ну, сколько-то это нужно все тестировать. Я вообще вам рекомендую взять вот два мувинга, это самая простая система, да, два мувинг-эвереджа, секунду. Да, и вообще посылка не мне, а соседу. Так, значит, тестируется в двух словах, сейчас повторю, как тестировать. Берем два мувинга, находим пересечение, записываем каждое пересечение, устанавливаем определенный стоп-лос-тейк-профит первоначальный, потом вы можете его поменять и, скорее всего, поменяете, допустим, 50 пунктов против 150, 100 пунктов против 200, против 300, и записываете каждое пересечение. Вот так, вручную, не надо использовать метатрейдеровский автоматический тестер, он ошибается, вручную, вручную. Вот, посмотрите, сколько раз этот сигнал нам давал пересечение вверх, да, и где. Посмотрите, как он на раннем этапе ловит, вот ранний же, да, ну да, 102, 104, ну, подумаешь, не на 102 он дал, ну, извините, да. Пересечение, хорошее пересечение, берем и отталкиваемся, мощный, попали на мощный тренд. Тут вот он, конечно, немножечко ошибся, хотя я, может быть, экспоненциалку не поставил, поставил простой, это тоже предмет, нет, SMA, да, simple, здесь simple, simple moving average, а может и не simple, close, надо проверить. Вот, ну, подумаешь, шартанули, по стопу вылетели, снова зашли, ну, ничего, 50 пунктов здесь потеряли, не страшно, пускай у меня будет даже сигналов 60 на 40, вообще не страшно. Главное то, что каждый раз, когда мне moving дает взять тренд, я беру хороший-хороший восходящий тренд, несколько сот пунктов, а тут вообще космос, видите, он даже не нарушил, он даже не ошибся, не развернулся обратно, да, он реально смог взять вот весь этот рост и до сих пор продолжает, ну, мы тут по тейк-профиту закрылись бы. Итак, итак, трендовые индикаторы, а я люблю трендовые, никаких стахастиков, никаких осцилляторов, трендовые индикаторы нам говорят о том, что мы находимся в импульсе мощного восходящего тренда, к сожалению, начало этого тренда упущено, даже после коррекции мы упустили, ну, вот здесь была такая попытка где-то пересечься, коррекция была не такой глубокой, что показались мы пересеченными с двумя линиями, вот, и делать нечего, вот реально тут срабатывают стопы, тейк-профиты, на таких уровнях, в такие моменты, срабатывают не сигналы для входа, а должны срабатывать уже тейк-профиты, если нет, ну, что, ждем. Хорошо, следующая валюта, итак, вердикт делать нечего, поздно сигналы по классическим индикаторам, ну, трендовым индикаторам, то, что я называю пересечения, пускай будут там другие параметры, они уже давным-давно даны были, треугольники были пересечены, особенно на Мансли, тоже несколько там месяцев назад, именно сейчас делать нечего, а евро-юсд, так, евро-юсд, что у нас здесь, такая же картина, только перевернутая, потому что доллар уже в знаменателе, не в числителе, давайте вернемся на Мансли, как раз у нас индикатор здесь тоже уже остался, что у нас на Мансли, вот я вижу тут мощный уровень, давайте сначала по уровням пройдемся, по уровням, просто посмотрим, что нас ждет, какие минимумы уже были, могут снова быть, 1.04, 1.06, ну, плюс-минус, и вот сейчас мы приближаемся туда, два мощных уровня поддержки, не как по йене, тут будет поддержка, фундаментально, как это выглядит, фундаментально, скорее у евро-юсд не такая, не такая везучая пара с точки зрения очевидности, тут все-таки Европейский Центральный Банк испытывает инфляционное давление и может тоже пойти на повышение ставок, и пойдет, пойдет, на такое же агрессивное, как США, не скажу, но пойдет, дальше, ну, как пойдет, по идее, да, по логике, дальше, поэтому очевидности такой, что, ребята, смотрите, ФРС повышает ставки, иена, низкая инфляция, вообще не до этого, и исторически, в общем-то, с точки зрения экспорта им это не нужно, так что, ура, доллар будет к йене набирать сильную скорость, интерес, а с евро-юсд не совсем так, не совсем так, и это нормально, я вообще редко вижу что-то очевидное, будь то макро, будь то акции, валюты, вообще любой другой инструмент, но что мы имеем? Мы имеем два уровня, куда мы приближаемся, я бы не стал на них откупать, но опять же все будет зависеть от риторики ФРС и ЕЦБ, вот тут они могут дать жару на пробитие или на отскок, но я все-таки приверженец укрепления доллара, играть в сторону доллара и находить точки для шорта, а не для лонга, да, посмотрите, наши же мувинги, а, ну это Мансли, ладно, на Мансли не будем мы мувинги тестировать, это очень долгий период, чтобы на нем еще и полагаться на мувинги, посмотрите, месячный график, Мансли график, а мы еще на нем нарисовали 100-месячный мувинг, это же просто, я не знаю, нужно три жизни иметь, чтобы как-то ориентироваться, хорошо, идем на weekly, идем на weekly, так, ну, та же картина, только уже более подробно, я, наверное, нарисую еще одну штуку и, по-моему, мы там имеем какую-то точку пробития или же, нет, мы ровно остановились, посмотрите на эту красную линию, вот такой, такая кривая поддержки, канал, пускай будет треугольник, сверху, тоже он какой-то, да, какой-никакой есть, и мы топчемся у нижней линии, чаще мы ее пробиваем, на ура, вот завтра выходят данные по CPI, завтра, завтра, да, в среду, нет, в среду или завтра, посмотрите в календаре, весь день Bloomberg об этом, напишите мне, пожалуйста, в чате тоже, когда будут CPI, мне постоянно Bloomberg об этом говорит, по-моему, все-таки завтра, уже просто даже не обращаю внимания на дни, просто знаю, что в голове вот скоро-скоро-скоро CPI, напишите, кто может посмотреть в календаре завтра или нет, а обычно вторник, среда, что мы имеем, если CPI будет хуже, выше, чем ожидалось, наверняка мы получим это пробитие и улетим куда-нибудь на 1.06, легко, я не удивлюсь, даже если мы улетим на 1.05, 0.04, куда-то еще ниже пробьем, да, евро, евро потеряет поддержку и пробьет, пара евро и USD пробьет эту поддержку здесь, потому что более сильные инфляционные данные дадут поддержку доллару, повышать ставку будут по доллару, потому что эти данные по США, ну давайте я посмотрю, вот тут у нас есть, вот тут флажки есть, как раз показывает нам, нет, я не настроил, обычно флажки говорят, где будут какие данные, но это надо настраивать, все очень просто, открываем сайт Admiral Markets, находим здесь календарь, вот форекс календарь, надеюсь вы видите, да, форекс календарь, и смотрим завтра, сегодня и ставим сюда, ну пускай будет до конца недели, да, обновляем, много будет данных, очень много, у нас сколько здесь стран выйдет, а, только Япония выйдет, ну давайте поставим USD, и будут все долларовые пары, так, 11 апреля, понедельник, consumer inflation expectation, это немножко другое, вот, вот, inflation rate, завтра, я правильно говорил, завтра, inflation rate 13.30, ну тут время надо смотреть, как установлено, обычно это, ну вот, по Испании 14.30, по Испании, по Таллину, Риге, Вильнюсу, наверное, 15.30, ожидание 8.4, такая космическая инфляция, 7.9 было в прошлый раз, тоже побили, по-моему, ожидание на 0.1, 8.4 ожидается, есть еще и core inflation, тут, конечно, изменений нет в прогнозах, 0.5 было и 0.5 в этот раз ожидают, но core годовой все-таки должен быть выше, вот, не месячный прирост, а общий годовой, вот так, дальше выходит PPI, обычно PPI предшественник CPI, то есть этот PPI, наверное, будет предшественником следующего CPI, это тоже производственная, я знаю, с инфляцией непотребительская, что еще у нас, экспортный, в общем, вся инфляция, вся неделя будет инфляционной, retail sales тоже инфляционный, хотя сейчас он тормозится, потому что людям по высоким ценам покупок меньше, они меньше покупают, потому что цены выросли, и это понятно, ну, в общем, вся неделя будет инфляционной, и это очень важная неделя для Forex, для валютных пар, для валютного рынка, как хорошо, что мы именно на этой неделе провели, проводим вот сейчас, итак, возвращаемся, отскок был очень короткий, очень, сколько пунктов, 1.08, 1.200, 400, те же 400 пунктов, как и на доллар-иене, а, это же выкли, это выкли, и очень похоже на то, что мы близки к пробитию, CPI выше 8.4 в годовом исчислении, и мы легко пробиваем эту зону, и проваливаемся 1.06, а потом еще и 1.04, только слабый CPI, передышка какая-то там, перерыв CPI в величине, да, в силе инфляции может остановить эту пару, или же заявление ЕЦБ, но пока у нас на календаре CPI, поэтому я не уверен, что ЕЦБ будет что-либо заявлять в эти дни, какие-то выступления надо в календаре набрать еще, вот здесь, посмотрите, можно еще набрать флажок европейский, и тогда вы увидите еще европейские данные, давайте посмотрим, что у нас появилось, а вот, да, будет выступление сегодня, ЕЦБ Маккал Спич выступает, один из функционеров ЕЦБ, что еще из ЕЦБшных новостей, пресс-конференция, interest rate decision, а это уже будет 14-го, вот, с разницей в 2 дня мы увидим процентные ставки по США и по еврозоне, вот такая важнейшая неделя, и хорошо, что мы обсуждаем до, до выхода этих цифр, дальше, наконец, daily, давайте пройдем на daily, это будет, да, мы превратим топ-5 в топ-3, мне много чего есть сказать, потому что есть масса индикаторов, которые в презентации невозможно нарисовать, это надо на графике нарисовать, да, если делать, еще пара индикаторов, которые я бы хотел бы отразить, это MACD, но я вот заменил MACD более долгосрочной версией, давайте посмотрим, о чем она говорит, посмотрите, на евро она более волатильна, 20-ти из 100-дневных 2 мувинга несколько раз давали, прям, на моем вот этом вот опыте на графике, несколько раз давали сбой, вот здесь, да, ну, потому что был флэт, ну, знаете, трендовые индикаторы во флэте ту-пят, они дают ошибки, это, это норма, они же трендовые, да, зато, когда начинается тренд, они так хорошо вам дают заработать, посмотрите, последний сигнал трендовый вот здесь вот был, сколько пунктов он дал заработать, потом немного отнял, потом в бае вот здесь снова немного отнял, потому что вы уже тот take profit, который у вас был, если он был у вас большой, не взяли, и на селе уже, наконец, да, он настоящий, до сих пор удерживается, до сих пор этот сигнал был дан на уровне 1.19, да, видите, пересечение было вот здесь, вот где-то вот здесь, 1.18.60, где-то тут, и с тех пор чуть-чуть уходили вниз, там, на каких-то 20-30 пунктов, да, немного, ну, пускай будет даже 50 пунктов, даже стоп-лос не сработал бы какой-нибудь серьезный, и оттуда повалились на целую большую фигуру 1.18 и 1.08, это просто сказка, видите, два раза дал заработать на вот этом вот бугре, и один раз, ну, или два раза ошибся, ну, и ладно, вы же видите, что эти ошибки небольшие, если здесь срабатывали стоп-лос, а может, они не срабатывали, один раз сработали, второй раз нет, они не покрывают ту прибыль, которую мы взяли, до этого был флэт, было больше ошибок, особенно ковид, посмотрите здесь, когда ковид начался, какие были движения, ну, может быть, у кого-то сработал краткосрочный тейк-профит, ну, если нет, то, опять же, ошибки, видите, несколько раз, но раз уж он ловит какое-то движение, он делает это, дает вам взять хороший тейк-профит, в общем, тестируйте, тестируйте такие простые, простые, трендовые формации, индикаторы, или, так скажем, связки, в цифрах можно менять вообще 20 и 100 мувингов, экспоненциальный мувинг или простой, все это в настройках, меняйте и находите какую-то более-менее подходящую связку, тестируйте ее с точки зрения тейк-профит, то есть там переменных очень много, простая или экспоненциальная мувинг, 20 дней против 100 или там 100 против, сколько там, каких-то более коротких, и, наконец, тейк-профит с стоп-лоссом, можно ждать тренд в 1000 пунктов и не дождаться, а можно каждые 500 забирать, можно закрываться на каждых 50 пунктов и терять чаще, чем поставить чуть больше стоп-лосс и не терять так часто, ну, 1-2 раза вместо там 5-6, вот эти вот настройки очень важны, они, собственно, и определяют вашу торговую стратегию, вашу, ну, назовем алгоритм, да, только ручной, не механическую торговую систему, собственно, из них и будет складываться составляющая, успешно или нет, потому что вот эта вот болванка 100 против 20 вообще ни о чем не говорит, это просто идея, долгий тренд и короткий тренд, и находить, где они друг друга пересекают. Так, хорошо, что тут мы делаем? Тоже сигнал уже на уровне, где люди берут свои тейк-профит, ой, я тут нарушил сейчас, это уже такие уровни, где мы должны забирать были тейк-профит, да, по трендовой какой-то системе, с точки зрения, так, секунду, с точки зрения не индикаторов, а классики, классики, так, секунду, классики, что мы имеем? Вот такой треугольник, мы достигли границы, обычно что делают в треугольник? Откупают от нижнего уровня, я сейчас не советую это делать так же, как и в иене, откупать такие уровни с такой инфляцией, которая может быть агрессивной, более того, мнение по поводу ФРС, ожидания людей по поводу ФРС, их такой прессинг общественный, он сильнее, он больше, чем то, что делает ФРС, то есть ФРС до сих пор, посмотрите, у нас уже год начался, а ставка повышена вот всего-то на ничего, да, с такой инфляцией, поэтому я думаю, ФРС может отыграться, догнать более агрессивным повышением, чтобы не дать инфляции разойтись, и это, конечно, скажется на долларе, в пользу повышения доллара будет этот фактор. Будем считать, что ФРС пока только разогревался, еще не разошелся. Ну и вот завтра мы узнаем, насколько у него руки будут развязаны, насколько ФРС развяжет руки с точки зрения повышения ставки, данный инфляционный индикатор CPI, каким он выйдет. Итак, покупать на этом уровне я бы не стал, пускай может, конечно, отскочить от слабой инфляции, идеально, если мы куда-то сюда уйдем, в это я не верю, тысячу пунктов вверх, 1.09, 1.19, я не верю, но если такое случится, у меня на MetaTrader стоял Sell Limit, но он не сработал, или маржи не хватило, я по уши сидел в акциях, как вы помните. Кстати, кто-нибудь покупал мозаик? Мы об этом говорили несколько раз, компания удобрением занимается, как она сильно взлетела, удвоилась, удвоилась уже 72, даже было почти 75. Итак, лучше покупками не заниматься, а на пробои, на пробои, так сказать, присмотреться к продажам, очень опасным, конечно, очень опасно здесь будут продажи, но если мы пробьем, я буду еще большим сторонником медвежьего тренда на евро и USD, потому что глобально нам есть еще куда падать, глобально, вот мы можем увидеть 1.04, хоть это немного, 1.08, 1.04, 400 пунктов, может даже мы к паритету идем, видно будет, но пока эта формация, эта фигура, треугольник нисходящий, кстати, он ровный, такой флетовый, не нисходящий, не восходящий, пока что я склонен увидеть пробитие, нежели отскок в сторону движения вверх, но вот завтрашняя инфляция нам покажет. Не дай бог выйдет 1, не 1, а 77, да, ниже, чем в прошлый раз, или такая же инфляция 7.9, тогда, да, тогда будет немножечко, у ФРС будет больше шансов поосторожничать, не нажимать на газ до конца, но любая цифра выше ожидания, ожидания 8.4, это просто прямая дорога на повышение ставки, на каждом заседании по 0.5%, и об этом говорил и Джером Пауэлл, и вот Буллок, да, или Баллок, как читается, не знаю, он в прошлый раз говорил, что повышать ставку, скорее всего, он сторонник того, чтобы ставка была повышена до конца года 3.25-3.5, представляете, как это много, 3.25, 3.5, это практически на каждом заседании повышать по 0.5%, вот так, то есть, Буллок, нет, Буллок, Буллок, я не помню, я сказал до этого, Буллок его фамилия. Хорошо, GBP, GBP, USD, тут уже менее очевидно все будет, уверяю вас, давайте переключимся на Мансли, раскроем график, я уверен, что тут я и теханализ, и фундаментал будет менее очевидным, тем более Банк Англии уже шел на повышение. Так, Мансли, вообще никакой фигуры, нисходящий такой долгий тренд, но такие сильные движения вверх-вниз, что непонятно, что делать. Это, кстати, Brexit, если помните, это Brexit был у нас. Тут делать нечего, тут даже линии не формируются, Brexit все испортил, но я бы все-таки определил какой-нибудь уровень вот здесь и назвал бы его таким относительно дном, но туда пилить и пилить еще очень долго. Дальше, наверное, еще неплохо было бы посмотреть на курс с точки зрения, давайте вот здесь немножко сократим, с точки зрения, помните, соросовские времена, ох-ох-ох, вот так, наверное, да, вот так мы его пробили. Вот на этом сорос неплохо, нет, то есть какой сорос, сорос раньше было, это здесь я уже был на рынке, вот, вот здесь. Когда был сорос, девяносто, девяносто два, да, кто-нибудь помнит, помню, девяносто два была, не попало, нет, это не сорос, это что-то другое, это финансовый кризис, да, это восьмой год, да, это финансовый кризис, а Лондон как раз под раздачу попал в этом смысле. Так, на масле делать нечего, идем на уикли. Что у нас на уикли? Давайте поставим автомат здесь. Автомат. Так, ну, очевиден нисходящий тренд. Сейчас. Так же, как по евро, англичане не так агрессивны в монетарной политике, денежно-кредитной политике, что еще здесь можно рисовать, вот такой вот канал, канал движения вниз. Мы сейчас в нижней грани, видите, не так все, то есть не так все по-медвежье, коррекции происходят, мы можем даже оттолкнуться. Что еще у нас? Следующая станция 1.25, если пробьем эту линию, поддержка. Вот у фунта, в отличие от евро, и это правильно, потому что Банк Англии ведет себя не так, как Банк Еврозоны, да, Европейский Центральный Банк, у него тренд вообще-то глобальный, скорее восходящий, и скорее то, что мы сейчас видим, это коррекция, посмотрите, с точки зрения глобального движения, скорее это коррекция от мощного импульса с 20-го года, да, это не похоже на нисходящий, как раз, ну, покупать, наверное, не стоит. Самая сильная инфляция США, самый агрессивный рост ставок США, я бы все равно даже на фунте не стал покупать. Наверное, тут с этой точки зрения интересно будет посмотреть на евро-GBP, вот, без доллара, евро-GBP будет, наверное, выглядеть более интересно. Я бы порассуждал. Ну, ладно, у нас сегодня топовые валютные пары, к таковым относятся евро, фунт и иена, да, против доллара. Так, хорошо, это у нас недельный, недельный, мы находимся в зоне коррекции. Давайте Fibonacci еще откроем, вы знаете, эта штука на коррекциях, ну, нравится мне Fibonacci для отслеживания коррекций, если уж где-то я бы применял Fibonacci, то применял бы на коррекциях. Вот давайте посмотрим последний рост, последний рост, где мы сейчас. Ох, как хорошо, у нас эта линия нисходящая, она как раз совпадает с 50% Fibonacci, то есть если мы будем вот так медленно падать, то здесь будет две причины прикупить фунт против доллара для какого-то отскока. И мы как раз пробили 0.38, мы пробили его, так что движение вниз до 0.5, по крайней мере можно ожидать. Тут не очень хорошо, и давайте я увеличу, да, вот 0.38, вот 0.5. Там, кстати, состояние небольшое, сколько здесь пунктов, 1.31, 1.28, 400. У нас сегодня 400 пунктов прям везде следует за нами, что бы мы ни делали, везде 400 пунктов, 400 пунктов. Так что назовем этот вебинар, вебинар 400 пунктов. Так, хорошо, коррекция такая вот, где бы я покупал, если американские CPI будут не такими прям рекордными, и если все-таки по фунту случится коррекция, доллар укрепится, то уж на связке двух мощных графических таких, как сказать, паттернов. На Fibonacci 50%, это очень важно, и на вот этом канале, если мы будем продолжать скользить по нему, и, наконец, найдем точку для отскока, вот где-то вот здесь. Это, кстати, недалеко. Если сейчас 1.30, то, ну, окей, а Fibonacci 1.28, даже 29 можно готовиться, да, 300 пунктов. 300 с чем-то пунктов, если такое случится, чтобы какую-то взять коррекцию. В общем, фунт не так очевиден. У фунта тоже центральный банк не в игрушки играет, у фунта тоже центральный банк уже шел на повышение, у него есть все шансы догонять ФРС в этом смысле, и вот почему фунт показывает не такую очевидную динамику, как это делает евро-юсд. Хорошо, дейли, король всех таймфреймов, дневной таймфрейм. Так, что у нас здесь на дейли? Ну, то же, что и на выкле, на самом деле, только более красиво, более очевидно. Кстати, посмотрите на наших двух, да, машек, да, мувингов, машек. Значит, в последний раз восходящий сигнал, бычий сигнал, нет, тут были, конечно, ошибочки, а бычий сигнал, где можно было бы взять, был дан вот здесь, тоже близко ко дну, близко, да, не совсем дно, конечно, близко ко дну, 1.24. И нам дали заработать практически без стопов. Посмотрите, вот здесь мы пробили, да, низ больше не уходили после этой точки, практически без стопов, 1.25, 1.42. Ну, столько у нас в жизни нет, терпения нет, наверное, ближайшее, где бы мы закрылись, ну, вот на этом импульсе, да, почти 1000 пунктов дали заработать, неплохо. Дальше он нового сигнала не дал, и только дал сел, вот здесь, вот здесь он дал сел. Опять же, разворота вверх не было, хороший был дан сел, и дали заработать 1.40, да, где-то, сейчас вот здесь был сел, нет, 1.38, 1.38. Сигнал-то здесь, да, но курс-то был в это время ниже. 1.38 и стоп-лосс мог бы сработать, нет, 100 пунктов, 150 пунктов, такие стопы на больших трендах никто, надеюсь, не ставит. И нам дали заработать до вот этого сигнала 700 пунктов, ну, я думаю, 500-600 пунктов, это нормальный тейк-профит, хороший тейк-профит, большой, и вот с точки зрения этих трендов можно было бы взять. Но тут пошла ошибочка, нам дали buy на пике, нет, он не сработал, сработал скорее стоп-лосс, ну, там 200 пунктов, допустим, у вас стоп-лосс он сработал. Потом нам дали sell, sell, а вот мы пока сидим в селе, да, пока есть сигнал sell, и он действует, он уже принес 400 пунктов, 400 пунктов. Вот, видите, на таком небольшом участке за последние несколько месяцев мы можем наблюдать неплохие сигналы, да, два-три ошибочных, один хороший, ну, три даже много, я не думаю, что он даст. Просто будьте готовы к ним, протестируйте, давайте заканчивать этот вебинар, топ-3 рассмотрели, ладно, не топ-5, заканчивать этот вебинар, это не тот вебинар, который обучающий с какими-то, нет, может, он элементы обучения имеет, с какими-то массой статистики, разборов, цифр. Для валютного рынка здесь сейчас все это было бы давным-давно устаревшим. Для валютного рынка, где спекулянты торгуют более, ну, не как в акциях купил и ждешь buy and hold, где более спекулятивны, это все уже устарело. Поэтому мы здесь рассматриваем в моменте то, что видим, то, что нам дает теханализ, в голове держим фундаментальный анализ и, собственно, исходя вот из этой связки, мы рассматриваем дорожную карту, что делать, где делать. И я надеюсь, полезным для вас оказалось, что я вам показал какой-то индикатор, связку Машки, Эмашки, Moving Average, две штуки, 100 против 20. Меняйте эти параметры, как хотите, как вам удобно, если они не показывают. Тестируйте на долгой истории, 5 лет, я думаю, нормально, потому что за это время там сотня сигналов, да, 10 много. Тестируйте вручную, получите. Кстати, я тоже это хочу сделать, я как-то обещал себе на валютный рынок вернуться спекулянтам и делать такие вещи, но, поверьте, человек, который торгует опционными стратегиями сложными, который на фондовом рынке торгует и buy and hold, и часто даже закрывается, не дождавшись этого долгого-долгого тренда, ну, фиксирует прибыль раньше, имеющего массу других интересов именно на рынке, не хватает времени еще и заниматься спекуляциями, но это вот мне интересно. Я вот сейчас посмотрел все, что здесь происходит на болванке мувингов 100 на 20, и стало интересно, что если начать этим заниматься. Кстати, можно и на часовом это делать. Я, кстати, тестировал когда-то на часовом, на часовом сотку и 20. Там все это происходит еще быстрее, чем на дейли, да, понятно. Так, хорошо. Друзья, давайте резюмируем, резюмируем. Алгоритмическая торговля, почему бы и нет? На самом деле, смотрите, то, что мы сейчас делали, можно легко перенести на алгоритм. Если вы ему даете четкие расстановки, четкие параметры входа-выхода, а это нужно делать, нам как раз не нужен никакой фактор человеческий здесь. Я об этой системе говорю, потому что, ведь что она делает? Она не мыслит, она не раздумывает над сделками. У нее есть просто понимание того, что на рынке есть два тренда, короткий и быстрый. Если вот их связка работает, то я буду принимать решение и давать сигналы. Понятно, что со стоп-лоссами 300 против 100, допустим, 3 к 1, стоп-лосс к тейк-профиту, и с вероятностью, с успехом, да, этой системы, 60% это прибыльная система. 50 на 50, все равно прибыльная. Если вы с каждого тейк-профита берете 300 пунктов, на каждом стоп-лоте теряете 100, и система вам дает 50 на 50, то вы в плюсе. 300 взяли, 100 отдали, 300 взяли, 100 отдали. Да, понимаете? Поэтому не ждите от этой системы 90% успешных сделок. Дает 60-70, нормально. Стоп-лосс к тейк-профиту 1 к 2 отличается, нормально. Так что да, стоит, главное дать четкие параметры и не нарушить риск-менеджмент. Мы об этом сейчас не говорили, я опустил, потому что мы рассматриваем пары. Риск-менеджмент, самое главное в любой системе. Я как-то рассказывал про товарища своего, который в 2002 году, мы с ним как-то общались в пятницу после закрытия рынка, лето как раз было, и он как-то рассказал о том, что сильно огорчен, потому что слился. Я его спрашивал, как ты слился, у тебя 89% сигналов прибыльных было на системе, причем на стахастике, как можно на стахастике строить алгоритм. Он говорит, мне нужны были деньги, и я увеличил ставку, назовем ставку, лот, и попал подряд на 2 или на 3, подряд на 2 или 3 стоп-лосса. Ну и понимаете, что произошло. Если бы у него была нормальная ставка, допустим, 0.1 лот, он бы не слился. Но он увеличил ее в 4 раза, и так получилось, что 2 стоп-лосса подряд сработало, или 3, и в общем разорвало его счет. Хотя действительно, если бы он это время переждал, дальше все было бы нормально. Ладно, хорошо, давайте резюмируем. USD, GPI, очень очевидно все, понятно, не сваливайте на фундаментальный анализ, это не работает, это работает, фундаментал как раз, как раз про это, что в долларовой зоне все будет более агрессивно с точки зрения ставок. EURUSD на втором месте по очевидности, так скажем, по тому, почему это так происходит, и почему это нормально, и почему теханализ в данном случае очень даже подтверждает фундаментальный. И по фунту все сложнее, все сложнее. Тут может быть как раз больше можно свинговую такую торговлю от уровня к уровню, как-то будут работать какие-то паттерны, да, то есть не такой прям вероломный очевидный тренд вниз, да, EURUSD и вверх USDGP. По фунту все-таки два центральных банка, оба повышают ставки, и оба могут агрессивно к этому подойти. Поэтому тут нет такой силы одного инвеста, одного центрального банка, который ставками просто все рубит на своем пути. Как в USDGP. Один банк молчит, не повышает ставку, мы говорим о Японии, а второй повышает и очень агрессивно. То есть будет повышать очень агрессивно. Не сейчас, а будет повышать скорее всего очень агрессивно. Это мы узнаем завтра. Всем желаю хорошего вечера. У нас, да, обучение, вот тут спрашивали, Эдгар спрашивал, обучение, первое обучение, оно очень специфическое, оно очень такое трейдеровское. Наверное, я бы не сказал, что оно для новичков. Буду откровенен, если вы не имеете подготовки, вообще трейдинговой, не обязательно валютной, трейдинговой подготовки, не обязательно в теханализе, вообще не нажимали никогда buy sell, тогда этот трейдинг скорее не для вас, вы ждите другого, для начинающих, трейдинг называется парный трейдинг. это сверхспекулятивная интересная система, когда вы не выбираете какую-то одну, ну не пару, да, одну акцию, один актив, вы не знаете, куда пойдет рынок, но вы на рынке находите расхождение между А и Б, вот две акции Pepsi, Cola, Coca-Cola всю жизнь шли вверх, одинаково росли, и вдруг что-то случилось, что-то пошло не так, вдруг Coca-Cola и Pepsi-Cola спред, спред это разница между их ценами, раньше был 2 доллара, ну допустим, допустим, раньше был 2 доллара, а сейчас он все 6, потому что Coca-Cola начала расти агрессивно, а Pepsi нет, но всю жизнь было не так, ничего не случилось в бизнесе такого, всего лишь отчетность какая-то вышла одна, и мы торгуем так, чтобы этот спред снова, если этот спред, а скорее всего он восстановится, если он в десятки лет уже имеет место быть, когда этот спред восстановится, мы заработаем, нам все равно, рухнут акции компаний, производящих напитки, или вырастут, мы зашортили Coca-Cola, купили Pepsi-Cola, потому что считаем, что разрыв их цен одного, одной компании против другой, несправедливый, всю жизнь они шли 2, 3, 4 доллара спред, я пример просто привожу, на самом деле там другие спреды, а сейчас вдруг так разошлись, значит, что-то пошло не так, и мы считаем, что это временно, ну или ставим на это, гипотеза, вообще в любом случае, рынок это гипотезы, вот мы сейчас тестируем, допустим, мувинги, это тоже гипотеза, что они вообще работают, и что они будут давать сигналы своевременные, мы тестируем, что сейчас коррекция по фунту, например, это тоже все гипотеза, самое главное, чтобы в этой гипотезе у вас была какая-то историческая подоплека, вы понимали, что это раньше работало, раз, самое главное, чтобы у вас всегда был сценарий B для выхода, два, и самое главное, чтобы у вас соотношение стоп-лоссы, размер лота, давали вам больше шансов ошибаться, три гипотеза подряд, если убивают ваш счет, это плохой трейдинг, 30 гипотез подряд неверных, если убивают ваш счет, это уже более-менее, старайтесь, чтобы ошибки, неправильные входы, или вообще неправильные гипотезы убивали ваш счет настолько медленно, чтобы вы научились меняться и поняли бы, что это не работает, и поменяли, ну вот если в мувинге мы протестируем, не протестируем, а начнем сразу с ними работать, и через 2, 3, 5, 10, 15 сигналов поймем, что нет, мы их зря не тестировали, не работает, ребята, ну все, я тут ставлю стоп-лосс 50, тейк-профит 500, почти всегда срабатывает стоп-лосс, потому что 50 пунктов для валютного рынка ничто, вот, чтобы неверная гипотеза и неверное исполнение не давали вашему счету растаять, чтобы вы вовремя поняли и что-то изменили, вот так, хорошо, это уже больше такие общие трейдинговые советы, у меня все, надеюсь, те, кто валютными парами торгует, у вас появилось какое-то ощущение, понимание чуть большее на рынке, чем было до, курс начинается 18, если вы уже трейдер, вы уже имеете какой-то опыт или до 18 числа сможете восполнить свой опыт, то такой продвинутый парный трейдинг, я вам всем рекомендую, вы просто другой взгляд получите на рынок, другой взгляд, на этот взгляд будет больше такой спредовый, больше арбитражный, да, это и есть по сути арбитраж в какой-то мере, на разнице, на сопоставлении, такой сравнительный анализ вас больше будет, как сказать, вы натренируете возможность, способность, способность делать сравнительный анализ, это чисто спекулятивная стратегия, она не buy and hold, она работает на более коротких таймфреймах, не таймфреймах, даже на более коротких дистанциях, таймфрейм там daily, мы на акциях на часовик не заходим, вот, наверное, многим из вас очень понравится, некоторые могут сказать, что чуть-чуть сложновато, но это на самом деле не так, вопрос привычки, все, у меня все, всем спасибо, всем хорошего вечера, торговли удачной, увидимся с некоторыми из вас, или может со всеми, кто участвовал, кто будет смотреть записи 18-го, пишите роману, там курс бесплатный, но какие-то условия есть, у компании, организатора, и надеюсь, мы увидимся с вами там, Роман, не знаю, в эфире или нет, Роман, ты тут, или мы закрываем вебинар, и все, ну, наверное, все, я выключаю вебинар, всем спасибо, потому что Роман не включается, ну и не нужно, да, все, что нужно, он сказал, о курсах объявил, а компания объявил, и мы свой курс закончили, уложились примерно там в час с копейками, а всем спасибо, до встречи на курсе 18-го апреля. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,